Всем привет, ребята. И мы продолжаем играть шахматный камбэк. Никита сказал только нет, я так и понял, что нужно сыграть кралитер в латышский гамбит. Кстати, Никита, я действительно считаю это отличным гамбитом. Вот смотри, соперник задумался. Он играет СНЦ-4? Нет, не играет. Он играет вот так вот. ФРС-5? ФРС-5 это бой. Это уже на моем стиле, вот. ФРС-5. Смотри, у нас может появиться шанс. Беда в том, что суть этой рубрики в том, что мы должны играть плохую позицию, а не хорошую. Да-да-да, Никита, смотри. ФРС-5 я вижу уже, шаг в верном направлении. Ну, сейчас король уйдет в короткую, видишь, мы пешки заранее накатываем. Нет, никто меняться здесь не будет. Почему они СНЦ-4? Это неинтересно. ФРС-5. Вот хочу зевнуть пешку вот эту. Это надо щена. ФРС-5. ФРС-5, СНЦ-4. ФРС-5. ФРС-5. Ну, ты видишь, соперник уже пытается что-то здесь скрывать. Я предлагаю на СНЦ-4 и отдать все пешки с шахом. Так, ну у нас... Не даёт. Да. Я полагаю, ещё немножко... Давай пан-пан, хорошо. Это как-то... это какой-то синтехот слишком. Не в духе этой рубрики. Ну мы сейчас что-нибудь такое сочиним, я думаю. Чё, да, это вообще нормальная позиция. Я тебе говорил, что... так... С4, да. Запираем центр. Я не хочу, чтобы он отходил на С2. Нет, белопольник... Надо взять P3, это было бы достойно. Белопольный слон это важная фигура. И ж теперь они разрываются. Ты забыл, что по восьмой наша фигура наиболее... Обычно закрывать позицию во всякой краю, что не открывать. Ну, может всего уже нет? Ещё нет? 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 Ну ладно, конь G5. Конь G5 да. Да. Конь G5 да, существенно. Всё, занимайся. Отлично. Как останавливать тебе 500 проханты? Я, кстати, помню, вы играли партию с Петей, помнишь? У тебя был такой мощный пяшечный центр. А, и в итоге Петя выиграл, помню. Да. Хороший партий. Ну, конь на душе есть сильная фигура, я считаю. Да. Единственная ушла с восьмой горизонтальной, поэтому очень сильная. Ну, смотри-ка, двойной удар. Видимо, Чёрный Перевес. Хахаха. Двойной удар. А чё, как играть-то? Не знаю, видимо, Чёрный Перевес. Ну, так, наверное, и надо. А, хотя, может, через какая-то жертва пройдёт. Не знаю. Верже 4 же нету. Аж 4. Ну, это надо побить. И всё, и прятаться короля надо. Никита, надо прятаться короля. Надо никого прятать. Король должен быть активной фигурой. Вот прям сейчас вот наш король вот мужик. У меня слов нет, смотри. Наш король вроде защищена пока, да? Ладно, Ферзь С2 грозит. Ферзь С2, слон Ф5. Ферзь С2, смотри, профилактика. Ферзь С2. А Ферзь С1 какая разница? Ферзь С1 придётся уже играть на королевсильную. Но всё равно смешно. Тонкая профилактика. Те, как же мы сделали пешку? Поля Б1 вот не то, блин, во Ферзе. Всё, теперь у нас... Ферзь С2 выиграла у Чёрных легко уже. Объективно. Объективно, но тут 4 лишних пешки. Так, мы хотят ещё пожертвовать. Но фигура старше. Блин. С таким-то королём. Ну конечно, король на 7 у нас... Такой интересный. Ну а чё... чё плохого у меня? Белые поля у белых... Прослаблены. Вот нам отчаянная жертва уже, видишь? Какие-то... Только Ферзём нельзя видеть, потому что ладья потеряется. Берётся бить королём. Ну нам не впервой, как бы. Так что, ничего страшного. Человек-то ладеет 3, будет 100 ферзь С4. Но король спрячет на С7. Я надеюсь. Я надеюсь, мы флаг срубим. Да не, мы должны выиграть по позиции. Флаг убить, это не советно. Король убегает. Всё спокойненько пока, да, проходит? Ну да. Вот если слон встанет ещё на Д6, будет просто чудо. Ну слон на Д6, королянца, С7, а потом позиция начнёт сама себя выигрывать. И ещё он пытается как-то препятствовать, но слон на Д6, наверное. А на Побиле побили? На Побиле придётся бить королём. Вообще, это наш девиз по жизни. Придётся бить королём. В этой рубрике придётся бить королём. Так, ну вот, заметил соперник то, что король внезапно напал на ладью. Кстати, ты заметил то, что мы, мне кажется, реально чаще нападаем королём на фигуры, чем... Чем любой другой. Да, чем любой другой. Придётся бить королём, нет? Нет, наверное, не в этот раз. Так, сейчас нам нужно мат дать по восьмой. Как-нибудь, какое-нибудь отвлечение есть? Вот, суперотвлечение. Ферзи 7, Ферзи 7. Ферзи 3, Ферзи 5. Тактика. Я думаю, он берёт ладью на Ф1, чтобы не мучиться. И сдастся, да? Не, ну, мне кажется, действительно надо. Вот что на Ферзи 7 задумано, не пойму. А, он побьёт Ферзи 7. Конь и 7 задается 4 с шахом, обидно. Придётся играть Ферзи 7, а Ферзи 7, наверное, не хочется. Ферзи 7 у нас... А, Ферзи 7 задается 4. Ай-яй-яй, придётся играть так, всё-таки, да? Да, обидно. Сейчас Ферзи 3, король С8. И спрятались. Ай-яй-яй. Чё, шаг, что ли, вечный? А, ладья у нас ушла. Если бы. Ничего, мы выиграем эту позицию, вот смотри. Ладья бы 4. Ладья бы 4. Ладья бы 4 возьмут. А, да. Нужно счётную позицию, на самом деле. Защитили. Всего 4 лишние пешки. Сейчас конь висит. Да нет, у белых нет шансов. А это ты как международный мастер говоришь? Да. Это уже агония. Первый играет по инерции. Конь Е5? Нет, надо играть плотнее. Не давай спрятить конь Е1 шанс. Вот сейчас Ферзь А6 будет. Ой, у меня Ферзь А6 нет. И всё равно нужно ставить угрозу, связанную с матом по первой. Да? Как? Не знаю. Ферзь А6 как-нибудь. Туда перевести. Может быть... Может быть Ферзь Д6 с идеей Ферзь А6? Может быть Конь С8 с идеей Конь А7? А, ну вот это да, вот это сильная идея. Давай проведём. Конь С8 с идеей Конь А7. Глубокая мысль. Защищая пункты, то есть обрати внимание. Так. Эти подарки мы принимаем. Лечение какое-то. А если взять? А там не мат ли... А, там нет мат. И Конь А3. Нет. Надо было добавить время, мне кажется. Да, надо было. И всё ещё рисует. Ну ничего, продолжаем. Всем спасибо за внимание. Надо снова набить две тысячи.